всем привет я донес мы продолжаем проходить внешние миры в компании прекрасный но бухущий неоки и викария макса мы ищем инфа брокера для этого мы отправляемся на пик дьявола по дороге мы забрели этот ретранслятор я думаю не скоро нам сюда надо будет хотя кто знает так дверка какая-то как сюда попасть ну-ка глянем к этот не долутал непорядок а свинцованная броня много всего интересного надо испробовать вот эту пушечку которая плюется клеем как я правильно называется написано гелевая пушка надо только на ближней дистанции она позже как-нибудь мы ее испробуем кто-то там есть заряды кто издает эти звуки мародер задира бедолаги что он паникует там может не надо было убивать может он сдался бы стал бы на пути стены но мы об этом не узнаем заброшенная тайная квартира ухты надо ее смотреть прикольно штурмовая винтовка ультра так секундочку ультра чё за ультра у меня не ультра а стандартная понятно такая же как у меня хорошая пушка кстати одна из лучших оба карманы свободны все собираем пехотный шлем золото а золото наверное состояние его или как класс ладно про ничего хорошего где эта квартира блин микрофон этот он дальше находится чем старый мой микрофон мне постоянно хочется пододвинуть его ближе но это будет ошибкой это чувствительность взорвет наши уши так квартира как попасть там ну ты где вообще тут ход ага ключ карта от аванпост охотников понятно видимо тоже задание будет все не просто так ну ладно пойдем вперед что это там не показалось нет охренатень какая-то раптидоновая ты посмотри какая тварь хорош кто-то справа сейчас задевают так автомат ой не то не то я хотел испробовать гелевую пушку ребята сюда где вы там все получай ха-ха-ха-ха-ха он гравитацию теряет или что он логично было бы чтоб он не мог двигаться я тебя прыгаю почему до сих пор жив данная на двигаться не может но эта пушка класс она вы как всегда куча всякого интересного тераптидон гигант здоровы искать те раскат но неэффективная получается это гелевая пушка возможно и прокачать надо способность надо выучить которая на 50 процентов увеличивает урон научного оружия вот кстати так куда мы вообще идем уже запутался прямо и направо до сюда да сейчас перейдем туда направимся это здание мы сейчас не будем посещать так водичка то нормальная зараза скала ненормальная водичка хорошая я это река называю гнилой уж больно много трупов пришлось не скинуть за прошлые годы если пройти под мостом то можно браться до пещер пика дьявола это первый вариант второй вверх по склону если хочется повеселиться можем обсудить я хочу повеселиться с другой стороны я хочу там пройти через пещеру будет прикольнее я думаю интереснее у вас шот красиво все сюда и все куда вы идете сразу жукорой не тщайся с нами гулял все теперь вся семья убита не гоже кого-то оставлять оплакивать бесплатнее всего пещерного столько мы можем пать этой дороге если хочешь по пути пострелять чудовища я и то и другое хочу на самом-то деле пещера мне как-то больше притягивает приманивает прямо и вот я так берем гелевую пушку все готовы какой тут туман она перемещаться прямо много что в этой игре напоминает об алдер скролл все явно создатели любили элдер скроллс но не даром они делали же для бтс ты как флаут нью-вегас только посмотрите на это что подломанная дороже по моему какая красотища мадонна мия это просто прекрасно шик вон наверху мы пойдем по тому временному мосту сначала по низу потом налево потом вверх и на ту сторону выход брокер не хочется спешить такое все завораживающее получай скотина всем геля хватит получай тварь не око в упор прямо зарядила красиво гуляли мясо раптидона не то мясо жестоко но я его изредка жиру ну легко стало теперь проходить почти не лечусь не ем мясо так труп это может быть интересно вау какие быстрые облака громила суп свет утиль некий записок нету это ведьмаке любого трупа находишь обязательно кин записки там истории иконоборец ученые и охранник суп свет утиль тут все вот эта команда как мне нравится этот звук атмосфера просто десятка тени кого-то под водой находимся так для взлома мне надо переодеться кстати я в чем хожу с другой стороны цилиндр и цилиндр все равно выживаю вскрытие замков 5 магнитчик отличная работа мистер ой оставим ее убеждение науки лидерства то что нам надо кстати и прокачать надо учить не будет больше брони звуки такие как она говорила не ока направо вверх налево уже нифига не помню жукозавр труси идеальное попадание зараза получай патроны кончились сколько он сразу 10 тратит за выстрел они принципе без меня всех убивают я так балуюсь так все собираем я думал 30 зарядов то нет получиться 10 за выстрел не так уж и экономично благо патронов много знаете напоминает в масс-эффекте было оружие такое которое поднимало врагов а ты уже расстреливаешь их в воздухе пси способности по моему реально как под водой посмотрите освещение такое круто жукусиница да научное оружие все-таки прикольная штука в патрончики блин надо прокачать взлом 5 всего очков осталось не хочу их тратить может очень понадобится был пока что переодеваться каждый раз обрез кстати второго уровня сколько там урон не видно 518 и такое цилиндр все какие звуки заразы давай скорее он как раз с обреза стреляет супер выстрела воздухе прямо зависла жукусиница и ничего не дают жадной твари наркоман кто эти звуки сдает это эти все раскаты их надо убивать ставим их скай живут вроде разбойник сколько тут людей полегло офигеть туннель здесь вот так вот и все патроны кончились вот самое напрягающее что быстро патроны заканчиваются обоих они малься и ока хороша да урона почти никакого так ладно хватит веселиться возьмем чуть более серьезные универсальная винтовка автоматическая штурмовая у нас эти автоматами называют и пистолеты пулеметы как-то так и автоматы поэтому я долгое время путался и так понимаю в английском языке издревле они называли отдельно ппшки и автоматы что это разное оружие все таки ппшки обычно быстро стреляет но против не особо бронированных врагов а штурмовые винтовки более пробивной способностью обладает больше так тупик как тут проникающий наверное способностью звук восхитительный так вот крадемся черт большая штука можем пойти слева или прорываться прямик это тебе решать я за второй вариант причем это не просто жука матка огромная так для нее надо использовать серьезное оружие подломано сильно подломано 69 и 6 процентов ладно еще нормально бьет я ксисю покажи свою не видно нихрена вот так вот клубы побежали огуливают нас огулива плохо дело да шукоматка это тени шутка куда я так как-то неудачно пошел куда-то не туда давай иди на меня получай ель холера все и уровень прекрасно обожаю этот звук без напарников справился быстро подохли они вперед побежали глупцы фиолетовый прям освещение такое частенько аватар вспоминается еще один труп а почему они их не седают не понимаю надо было не просто трупы класть а там кости обглоданные там ноги съедены было бы круче атмосфер не кто ты как ты выжил бертольд фокс ты пошел на сделку жукоматкой подобная помощь была бы нарушением корпоративных правил насколько я понимаю но раз она мне выгодна и поскольку мы не на той территории где действует правило я просто отвернусь к 3 перед вами в долгу это вы слишком благоразумны для делового человека за это меня и ценят в большинстве случаев если не считать мелких отклонений констенс не попадалась а вон ее туловище а там наверное ноги ладно забудем меня зовут бертольд вот что вообще делаешь зачем вот так подкрадываться джукоматки тогда я думал пожалуйста это не заметь меня закон семилостивый не хочу умирать а теперь думаю как же было глупо сюда приходить ну если честно его то мнение и нынешние не разнятся особо и тогда он боялся и сейчас думает зачем приходил не противопоставляется к обычным таких ситуациях что вы здесь делаете мародеров хулиганов за что мне отлично платят мы с констенс узнали что не только они в этих пещерах живут я передаю в долгу и собираюсь его выплатить станция там впереди там базируется моя к-3 можешь поговорить там где будет безопасно я пойду когда соберу останки констенс где констенс где и останки житель видимо мы не узнаем вот это возможно в горелые не нужен к матка вроде никого не сжигает мародер разбойник короче не найдем ее останки гними вот так а гляну чё за огнемет обычный самый джок ядом каким-то стреляет ты посмотри на урон слабый несерьезно это несерьезно так все смотрели все облутали мужика спасли встретимся в лагере смотрите что у вас не подстрелили на подходе это лучше ты смотри нас с этим проблем нету блин как же красиво то вау завораживает но вот эта атмосфера мне очень напоминает elder scrolls любой принципе то oblivion больше все как мы там лазили по пещерам эти звуки капельки где-то помните кстати пещеры наверное самое прикольное что мне запомнилось из oblivion это давящая атмосфера мы крадемся где-нибудь и там гоблины тебя не замечает и какое-то время за ними наблюдаешь а потом убиваешь их звучит как рассказ какого-то маньяка жесть бедные гоблины что им пришлось пережить походу мы тут всех убили никто не остался только птира скаты а если мы к ним подойдем интересно они на нас на прыгнут нападут на голубей похоже не они хорошие добрые я думал и добрые он часто крылышки соберем ужин приготовим это хотел у вас составить живых рэды тактамины а по идее нам куда надо таму да а мы тут осмотримся кто там ой дурбень лошара зажигалка огнемет почему-то пробел нажимаю чтобы все взять это откуда у меня в какой-то игре видимо так было мародер тозорный а я могу как-нибудь гулять я вскрыл мародера вау впервые у меня такое такая гулять как-нибудь я не могу аккуратненько так может я могу украсть у ручной пси ды мясо дед мужик просто безумная пушка всех измельчает на атомы у меня перевес я думаю чего так стал ходить медленно так можно разбирать кстати ненужные вещи что самое не ценное соотношение цена вес кстати очень полезная штука и разбираем 5 килограмм весит офигеть ручной пулемет такая вещь хорошая весит много цена такая маленькая ну разберем кстати элитная броня мсай ниши и дали за какое-то задание тип брони большое это у меня средний решительность плюс 7 здесь я тут навыки дальнего боя не решительность не пригодится ну можно кому-то дать на кстати не прокаченная можно прокачать будет вообще бомба вот заменим викарию броню так как это броня лучше не смотрится не он то тоже прикольно смотрелось даже не знаю какая лучше не это прикольнее это стиле дума цвета такие интересные те тоже прикольные но это мне больше нравилось так не око может тебе подойдет старая броня викария а они намного больше навыки незаметности а ей вообще это важно а наверное нам не сказывается клонение на вот незаметности минус наоборот не ладно пускай такая будет вот стандартный пехотный шлем аромит ballistics 22 броня скрытность плюс прекрасно все при оделись славно пускаты там наверно кричат оставшиеся да этот пулемет конечно хорош уничтожитель кромсатель потрошитель вершина пика дьявола вот мы и добрались здесь нужно другое оружие звуки дикой природы так-то я ведь говорила что мы доберемся из потерь теперь и дистанции недалеко так ты здесь начида а так мы а да наш говорил что можно и так пройти то есть мы срезали хорошо так но она говорила что будет безопасно а там была огромная жукоматка неужели там было бы еще что-то более страшное эй ты иди сюда впереди мародеры кто там все найдено вершина пика дьявола они скажи мародеры ориентируются пещерах но мы не мародеры джой воевода станция находится под защитой команды кооперации с корпорациями ты из мародеров мы солнышком это мое оружие если что очень плохо к мародерам относимся что еще за мародеры это вопрос подвохом ладно забудь мародерам ума не хватит такие задавать хорошо потому что мне не хотелось по тебе стрелять все хорошо но только слишком далеко не заходи станция кишит мародерами я это люблю повеселимся а вы с этим ничего не собираетесь делать вы ведь должны защищать станцию мы с солнышком делаем то что нам поручили то стражим от руки пика дьявола отроги подходы смысле пера встречая слово отроги напишите кто нибудь вообще в жизни встречал это слово отроги ну чего ждем кто будет мне помогать убивать мародеров я бы с превеликим удовольствием но к 3 играет по правилам почти всегда спроси нашего босса может убедишь изменить приказ тебе стоит поговорить с моей командой они хранят небольшую казарму на юго-востоке рядом с горами как найти остальных из к 3 и штропу которая идет с большой аркой иди по рядом с утесом есть небольшая станция остальная часть моего отряда там неправильно перевели там и остальная часть моего отряда не так это должно быть написано ладно я пойду прикольная интересная ты чё молчишь что-то нужно чужой поговорим его имя космоса не дразни мародеров интересно дома ли хиром не шучу этот парень никогда наружу не уходит нет я не запыхался только нужна минутка чтобы в боку колоть перестала ты смотри какие тут запасы интересные припасы 8 единиц так пойдем для начала наверно стрельнем посмотрим что там было красивый пируэт был жукоматка ты получай не пушка очень классная поддержка пушка поддержки коды я за разом добей ее елка куда викаре пушка высоковато однако же кусеницы с такой дистанции ваншот но нифига себе больше какие крики в голову особого смысла нет стреляет тут их немало было жукоматка какая гигантская где-то ванна тут же была жукоматка да обычная тех что возможно там три тяжелее было не око ошиблась ты смотри учёный здесь валяется прямо в костюме рабочим что-то делал трупики мародер разбойник с этими мародерами уже разобрались не так страшны мародеры как жукусеницы получается так и что это у нас тут куча трупов всех огуляли яйца уже наложили это солдат и мысай смотри-ка тут прямо все металлизирующий гель мне перевес зараза вот интересная фишка посмотрите уровень 17 12 одинаковая цена интересная фишка цена не меняется раньше наверно нельзя было так разбирать или я тупил наверно когда какую-то способность прокачал можно стало потому что очень удобно поломал все разобрал и свободное место появилось плазменный карабин уже устаревший вот второго поколения бы найти такой я думаю что должен быть офигеть лучшая защитная броня стоимость всего 38 продавать вообще нет смысла надо разбирать да кстати копейки все стоит кто раньше не обращал на это внимание что ли но я оставляю вещи чтобы сохранить всякие навыки они иногда могут понадобиться вот я не пойму средний тип брони легкие то есть малый тип брони и там и там навык технологии плюс 5 при этом эта броня стоит дешевле а чем это лучше броня у нее броня меньше при этом уровень выше навыки одинаковые бонусы было написано что более легкое снаряжение больше бонусов дает но может какие-то скрытые незаметные бонусы 20 мясо этих раптидонов тяжелая штука жука панцирь два килограмма весит а крафта тут нету да здесь странно возможно они хотели добавить крафт но не сделали вот эти вот фишки вообще ненужные и стоит не так дорого ты все мы тут осмотрели по идее должны идти самым коротким путем с наименьшим сопротивлением а я вместо этого еду по самому сложному еще и второй путь заглядываю все хочу пройти кто там у нас жукусиницы но идите ко мне призвимся так ребята вы так подойдите ближе я с вами повеселюсь по моему последние гусеницы уже убегали просто блин не могу остановиться люблю доминировать доминейте там водопадики ладно все пойдем хватит всех убивать интересный дизайн деревьев мне кажется где-то такие уже видел так что вперед вот эта база их там называется пик дьявола пик дьявола дам мы на месте сохранимся обшарпанный автоматом так винтовка у меня уже совсем подломана я думаю особого смысла и пользоваться нет так ребята не отходим особо вперед . кто там так шмальнул томатон зараза еще один а это тоже перепрыгнул просто у них просто нет шансов кто там еще с такой дистанции с обреза волшебник все последние прикольная база вау реально пик дьявола башня саурона обшарпанный автомат он чё там нарисовали стрелочка какая-то а сиськи нарисовали все извращенцы на автоматоне сиськи рисовать да уж где мы совсем там девушек нет у них факты кто-то скрикнул ребят не убегайте они сами придут к нам нет смысла бегать за ними это все заминированы ну кто-то ты главарь боится задницу ему главарь был убит в задницу модифицированный силовой шлем вау это крутая штука наверное так тут труп еще был где этих я всех осмотрел не куча хлама ненужного сейчас особого интереса клут это и нет уже вот эти эту штуку можно было взорвать контейнер а эти сюда идут ты смотри я все расчистила они на чистенькое место идут зараза так ну вот мы осмотрим уже в следующей серии это заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи